Сопротивление материалов Сопротивление материалов Сопротивление материалов То вам и в голову не придет Делать отверстия В деталях Может быть видели в мостах Например, ажурные мосты Там казалось бы, балки Но в балках просверлены отверстия То есть для облегчения конструкции То есть если вы не знаете Сопромата, вам и в голову не придет Как вам кажется Ослаблять эту конструкцию Давайте посмотрим в итоге Какой же самолет у вас получится У вас получится чугунный Который даже если и взлетит То будет тратить очень много топлива На нем будут стоять Мощные двигатели Которые будут расходовать Очень много топлива Значит стоимость перевозки Этим самолетом будет очень высока И он будет неконкурентно способен Так вот С помощью сопротивления материалов Мы находим баланс Между прочностью Прочностью Собственно можно сказать Стоимостью конструкции То есть принимаем Минимальные размеры Которые обеспечивают Прочность, жесткость и надежность Собственно отсюда и вытекают Вытекают первые Важные определения Что такое прочность Вы можете записать Прочность Здесь презентации нету Со слов моих записать Прочность То способность Конструкции Выдерживать Заданные Нагрузки Не разрушаясь Прочность То способность Конструкции Выдерживать Заданные Нагрузки Не разрушаясь Сопротивление материалов Разрушения Под разрушением Мы понимаем Разделение на части То есть если до приложения нагрузки у нас была одна деталь, после приложения нагрузки две, то мы говорим, что деталь разрушилась, то есть прочность не обеспечена. Прочность это способность конструкции выдерживать заданные нагрузки, не разрушаясь. Далее. Жесткость. Давайте вспомним теоретическую механику. Какое самое главное допущение было в термехе? Самое главное гипотеза, которая облегчала решение всех задач. Да. Тела абсолютно твердые, деформация отсутствует. Так вот, в сопротивлении материалов мы уже рассматриваем все тела как деформируемые. То есть деформация, даже самая незначительная присутствует. То есть у нас в сопромате тела уже не являются абсолютно твердыми. и собственно, жесткость, то способность элемента конструкции сопротивляться деформации. Жесткость, способность элемента конструкции сопротивляться деформации. То есть если мы на один и тот же элемент действуем одной, то есть, вернее, если мы действуем одной и той же силой На два разных элемента Один элемент сильнее укорачивается, чем другой То есть, очевидно, деформируется первый сильнее Значит, мы говорим, что он менее жесткий Жесткость это способность конструкции сопротивляться к деформации То есть, отсюда вытекает уже вторая задача курса Первая задача сопротивления материалов Это расчет конструкции на прочность А вторая задача сопротивления материалов Это расчет на жесткость Есть еще третья задача Расчет на устойчивость Устойчивость будет у вас изучаться в следующем семестре Поэтому мы пока не будем затрагивать этот момент Устойчивость вообще понимают способность элемента Сопротивляться возникновению больших отклонений От равновесного положения При любых малых возмущающих воздействиях Поэтому это достаточно сложно долго объяснять Мы сейчас не будем это затрагивать Далее движемся Сегодня у нас такая вводная лекция Далее Вот на картинке представлены Конструкции Которые могут быть рассчитаны Методами сопротивления материалов Вот буковка А Это брус То есть, под брусом мы понимаем Такое тело Одно измерение которого Значительно больше других То есть, линейное какое-то тело Брус или стержень Или вал Брус Это элемент У которого одно измерения Значительно больше других Вот здесь вот пластина Да, пластина Это тело, которое ограничено Двумя плоскими поверхностями То есть, уже Два измерения Длина и ширина Значительно больше третьего Толщины Есть еще понятие В сопротивлении материалов Массива Массив Это тело У которого Три размера Одного порядка Изогнутая Пластинка Стержень или брусь Работающие на изгиб В сопромате Называются Балками Мы про это еще Чуть позже поговорим Но вы должны Запомнить Балка Это стержень или брусь Который работает На изгиб Рамы Фермы Конструкции Из изгибаемых стержней Вы будете изучать Чуть позже В следующем семестре Поэтому сейчас Нет необходимости Забивать себе голову Наш Курс Сопротивления Материала Будет иметь Только с Име дело Только с Одномерными Телами То есть Будем Рассчитывать На прочность тела У которого Одно измерение Значительно Больше Других Все остальные Расчеты Сложных Тел Трехмерных Тел Выходят За Рамки Нашего Курса И рассматриваются В курсе Дифференциального Сопротивления Материалов В нашем университете Насколько я знаю Этот курс Не рассматривается Поэтому мы будем Иметь дела Только с Простыми Элементами Следующая Важная Тема Гипотезы Сопротивления Материалов Как я уже говорил В теоретической Механике Была одна Самая главная Гипотеза Что все тела Абсолютно Твердые То В сопромате Их Больше Вот они Здесь Все представлены Ну давайте Мы сейчас Про них Поговорим Я буду рассказывать А вы можете Параллельно Конспектировать Вот чтобы потом Не тратить время Еще на пересмотр Презентации На конспект Вы увидите Что Для того чтобы Посчитать Например Конструкцию Состоящую Из Высоколигированной Стали Состоящую Например Из дерева Будут Использоваться Одни И те же Формулы Одни И те же Формулы Разница Будет Коэффициент Казалось бы Что может быть Объединять Что может Объединять Металл И дерево А их Может объединять Вот эти Гипотезы С помощью Этих Гипотез Мы Откидываем Незначительные Влияющие Факторы Ну как Незначительные Они конечно Влияют Но если Мы бы Учитывали Эти факторы То мы бы Никогда Конструкцию Никакую Не рассчитали То есть Мы намеренно Делаем Упрощение Но В свою очередь Вводим Коэффициенты Запаса Прочности Про которые Мы тоже В следующей Лекции Не в этой Поговорим Поэтому Первая Гипотеза Материал Тело Имеет Сплошное Сплошное Или Непрерывное Строение Что это Значит С помощью Одной И той же Формулы Можно рассчитать Как деревянные Конструкции Как бетонные Конструкции Так и Стальные Конструкции Строительные Материалы Имеют Мелкозернистую Структуру Дерево Тоже У нас Неоднородно Есть волокна Однако Мы с вами Будем Использовать Математические Математическую Операцию Интегрирования А для того Чтобы нам Иметь возможность Интегрировать Какой-либо Материал По объему То нам Необходимо Что этот Материал Был Однородным Или сплошным Чтобы строение Было непрерывное Чтобы не было Никаких Там Дефектов То есть Пор Трещин Включение Более Твердого Материала Ну это Я делаю Отсылку К дереву Да У дерева Волокнистое Строение Поэтому Вот эта Первая Гипотеза Позволяет Нам Использовать Интегрирование Сопротивлений Материал Вторая Гипотеза Материал Детали Однороден То есть Во всех Точках Обладает Одинаковыми Свойствами Третья Гипотеза Материал Детали Изотропен То есть Обладает Во всех Направлениях Одинаковыми Свойствами Вот здесь Хотелось бы Остановиться Поподробнее На Изотропности И Анизотропности Материала Что такое Анизотропный Материал Это Материал Соответственно У которого Свойства Зависят От Направления Приложения Нагрузки Поведите Мне такой Материал Можете Напечатать В чате Материал У которого Свойства Зависят От того Как Приложены Нагрузки Древесина Совершенно Верно Если мы Будем Сжимать Деревянный Кубик Почему Кубик Чтобы Все Три Измерения Были Одинаковые Если мы Будем Сжимать Дерево Поперек Волокон И против Волокон То свойства Будут У нас Различны Графит Ну Графит Ну Наверное Да У него Пластинчатое Строение Но Графит У нас Не является Не является Строительным Механическим Материалом Поэтому Мы Графит Не рассматриваем Вот Древесина Да Здесь Имеет Отношение Детали Получены Аддитивным Методом Ну Не будем Так Глубоко Алло Да Ребятки Здорово Николай Вообще Древесина Древесина Не надо Включать Микрофончик Иначе Я буду Вас Просто Удалять С лекции Следующая Гипотеза В теле До приложения Нагрузки Нет Внутренних Усилий Гипотеза Можно Можно Привести Следующий Вы Наверное Многие Видели Комические Американские Боевички Где Как вы Видите Супер Супер Человек Ищет Выстукивает Бронестекло Находят У бронестекла Определенную Точку И легким Ударом Разбивает Толстенное Бронестекло Ну да Такая Точка Вот и Существует Это точка Концентрации Напряжений Но Теоретически Можно Небольшим Ударом То есть Там уже В этой Точке Есть Усилие И он Дополнительно Внешнее Усилие Прилагает Собственно Наше Бронестекло Разрушается Но То что В фильмах Показано Это Брак Бронестекла Потому Что Если вы Посмотрите На ютюбе Как Получают Стекла Сейчас Не будем Углубляться В этот Процесс То все Стекла Очень Длительно Охлаждают С Крайне Плавным Понижением Температуры Как раз Для того Чтобы В стеклах Не было Концентратора Напряжения То есть Все это По сути Очень комично Смотреть Как американские Боевички Все это делают Дальше Принцип Независимости Действия Сил Этот Принцип Вам Известен Из школьного Школьного Курса Физики Результат Воздействия На тело Системы Сил Район Сум Результат Воздействия Тех же Сил Прилагаемых Телу Последовательно В любом Порядке То есть Если у нас На тело Действует Несколько Сил То Результат Воздействия А что у нас Сопротивление Является результатом Деформации То Результат Воздействия Будет Одинаков Приложим Лим Эти все Силы Одновременно Или сначала Первую Потом Третью Потом Вторую Потом Четвертую И так далее Результат Результат Воздействия Всегда Одинаков Принцип Сен Винана В точках Тела Достаточно Удаленных От места Приложения Нагрузок Внутренние Силы Весьма Мало Зависят От Конкретного Способа Приложения Этих Нагрузок Так как Вы еще Не знаете Что такое Внутреннее Усилие Поэтому Давайте Мы Оставим Этот принцип Сен Винана Без Пояснения Потом Когда Вы научитесь Строить Эпюры Внутренних Силовых Факторов Вы его Автоматически Поймете Поэтому Вот Эти Шесть В разных Учебниках Разное Количество В нашем Курсе Мы Выделим Шесть Гипотез Сопротивлением Материалов Важная Тема Для Понимания Реальные Объекты Расчетная Схема Собственно Расчетная Схема Конструкции Это Упрощенная Схема Освобожденная От несущественных В данном Случа Особенностей Давайте Посмотрим Эту Картинку Человечек Сидит На доске Над Ручьем Каким-то Вам Необходимо Собственно Зная Массу Этого Человека Подобрать Толщину Ну Или Размеры Поперечного Сечения Доски Ну Что здесь Мы можем Отбросить Если мы Посмотрим Человечек же Он сидит По некоторой Площади Он опирается На некоторую Площадь Мы не сидим В точке Действуем По некоторой Поверхности Так вот Действия Распределенной Нагрузки Мы можем Заменить Действием Сосредоточной Силы То есть Вес Этого Человечка Мы покажем Как Сосредоточенную Нагрузку Это нам Необходимо Собственно Опять же Для упрощения Расчета Доска Опирается На края Ручья Тут Или ванны Очевидно Что доска Тоже Действует По некоторой Поверхности На края Равнозначные И обратные Края У нас Действуют По некоторой Поверхности На доске Однако Мы можем Сделать Упрощение Предположить Что у нас Доска Касается Наших краев Точки Точки Покажем Одну опору Подвижную Вот у нас Подвижная опора Вам в стереотической Механике Известно Вторая опора Неподвижная Собственно Что у нас Еще есть У нас Еще силы Трения Так как У нас Доска Касается Краев По некоторой Поверхности Очевидно Там возникают Силы трения Но эти силы Трения Настолько Незначительны Что Для наших Расчетов Они Только бы Затормозили Собственно Определение Размеров Наши Расчетов Поэтому Силами Трения Мы Пренебрежем Поэтому Собственно Мы получили Вот такую Расчетную Схему Которую Уже Можем Рассчитать С помощью Методов Теоретической Механики Вы Сможете Определить Реакции А дальше Зная Реакции Уже Методами Сопротивления Материалов Сможем Определить Площадь Поперечного Сечения Доски То есть Выбирая Расчетную Схему Крайне Важно Отбросить Незначительные Влияющие Незначительно Влияющие Факторы Которые С одной Стороны Не вносят Большого Искажения В картину При отбрасывании А с другой Стороны Настолько Незначительные Что могут Быть перекрыты Будущим Коэффициентом Запаса Точности Поэтому Крайне важно Представлять Всю Конструкцию В системе Чтобы понять Как же ее Рассчитывать Ну собственно Вот ниже Такая вот Сложная Деталь Приложено Растягивающие Нагрузки Казалось бы Как тут Посчитать Толщину Предположим Средней части Из расчетов На прочность И жесткость Но однако Это одна Из самых Простых Задач Которые Мы уже Сегодня С вами Будем Решать На практическом Занятии Мы можем Этот стержень Вот среднюю часть Представить Вот в виде Такого Стержня Отбросив Верхние части Ну и приложив Растягивающие Нагрузки К концам Этого стержня Ну а выбор Закрепленный Или не Закрепленный Собственно Особо Здесь Влияние Не оказывает Мы можем Такую схему Взять С незакрепленными Концами Или можем Вот такую схему С закрепленным Концом Большой разницы Не будет Как уже Выше Сказал Да Все Нагрузки Физики В природе У нас Распределенные То есть Действуют По некоторой Поверхности Нагрузка Какая Ветровая Нагрузка На стену Дома Снеговая Нагрузка На крышу Дома Давление Паров На Поршень Давление Например Которое Поршень Передает На Коленчатый Вал Тоже Эти все Нагрузки Распределенные Однако Для упрощения Расчетов Мы От распределенных Нагрузок Переходим К Сосредоточенным Нагрузкам То есть Действительности Вот таких Сосредоточенных Нагрузок Приложенных В точке Нету Но Это Математическая Физическая Абстракция Которая Нам Неуходима Для Упрощения Расчетов Николай Я тебя Удаляю Мне бы Интересно Узнать Кто ты Такой Ребятки Ребятки Я предупреждаю У всех Если еще Вот такие Ситуации Будут Возникать На лекции Вы будете Изучать Сопротивление Материалов По Учебникам Выясните Кто Николай И повлияете На него Еще Одна Вот такая Ситуация Я прекращаю Трансляцию И вы будете Изучать В учебниках Дальше Можете Записать Тему Метод Сечений Метод Сечений Позволяет Находить Внутренние Силовые Факторы В любой Конструкции Основа Основ Любых Расчетов Сопротивлением У нас Есть Балка На балку Действуют Внешние И внутренние Нагрузки Внешние Внутренние Нагрузки Мы Показали Схематично Вот Векторами Сил П1 П2 И так далее ПН Проведем Сечение Проведем Сечение Этой Балки Сечение А И рассмотрим Равновесие Двух Частей Балок Изначально Балка у нас Находилась В равновесии В соответствии С Одной Из аксиом Статики Для того Чтобы И Отброшенные Части Балки Находились В равновесии Необходимо Достаточно Приложить Что Приложить Кстати Вы изучали В статике Аксиомы Приложить Внутренние Усилия Как только Мы приложим Эти внутренние Усилия К одной Части И Такие же Внутренние Усилия К другой Части То Отброшенные Две Части Балки Точно Так же У нас Будут Находиться В равновесии Отсюда Запишем Уравнение Равновесия Для левой Для правой Частей Первое Уравнение Равновесия Записано Для исходной Балки Сумма Всех сил Приходящихся На левую Часть И на правую Часть Равна Нулю Но это Очевидно И так Потому что Балка Находится В равновесии Дальше Рассмотрим Левую Часть Левая Часть Точно Так же Находится В равновесии Поэтому Сумма Всех сил Внешних сил Приходящихся На левую Часть Сумма Всех сил Всех Внутренних Сил Приходящихся На левую Часть Также Равняется Нулю Левая Часть Тоже У нас Находится Равновесие Аналогичным Образом Нижнее Уравнение Описывает Равновесие Правой Части Что Мы с вами Получили Так Как У нас Вот эти Внутренние Силы Они Направлены Напомню Вам Аксиому Статики Эти Внутренние Силы Они Направлены По одной Прямой Противоположные Стороны Равны По модулю То очевидно Геометрическая Сумма Внутренних Сил Приходящихся На левую Часть И Геометрическая Сумма Внутренних Сил Приходящихся На правую Часть Равна Нулю То есть Если мы Сложим Вот эти Два Уравнения То мы С вами Получим Исходное Уравнение Отсюда Делаем Вывод Что Для того Чтобы найти Внутренние Усилия Или внутренние Силовые Факторы Мы чуть позже Изучим Что это Мы можем Рассмотреть Равновесие Как левой Так и правой Части Балки Собственно Сам Метод Сечения Заключается В мысленном Рассечении Тела Плоскостью И рассмотрение Равновесия Любой Из Отсеченных Частей Я надеюсь Это понятно То есть Практически Любая Задача В сапрамате Начинается С определения Внутренних Усилий Следующая Тема Внутренние Силовые Факторы Аббревиатура ВСФ Будет вас Преследовать На всем Протяжении Курса Обучения Посмотрим Правую Часть Балки И посмотрим На сечение По которому Действует Совокупность Внутренних Сил Воспользуемся Основной Теоремой Статики Или Теоремой Пуансо Произвольную Систему Сил Действующую На тело Можно заменить Эквивалентной Системой Состоящей Из силы И пары Сил Сила равна Главному Вектору Исходной Системы Сил И приложена В произвольной Точке Или Центре Приведения Момент Пары Равен Главному Моменту Исходной Системы Сил Относительно Центра Приведения Ведем Систему Координат И Начало Системы Координат Поместим В геометрическом Центре Сечения После Применения Основной Теоремы Статики Мы с вами Получим Два Вектора Главный Вектор Системы Сил Ку И Главный Момент Системы Сил М Если Мы Спроецируем Два Вектора На Три Координатные Оси Мы Получим С вами Шесть Проекции Которые Будут Называться Внутренними Силовыми Факторами Если Мы Спроецируем Главный Вектор Системы Сил Ку На Ось Игрек Или З Мы Получим С вами Проекции Ку Игрек И Ку З Которые Называются Поперечными Силами Если Спроецируем На Ось Х Получим Продольную Силу Н Х Если Спроецируем Главный Момент М На Ось Игрек И З Мы Получим С вами Проекции М Игрек М З Которые Называются Изгибающими Моментами Если Спроецируем На Ось Х На Продольную Ось Нашей Балки То Получим С вами Крутящий Момент М С Индексом К Р Крутящий Момент Давайте же Силовых Силовых Факторов Будут Равны Нулю А Продольная Сила Н Х Будет Не Равна Нулю В этом Случае Мы С вами Получим Растяжение Или Сжатие Деформацию Растяжения Или Сжатие Сжатие Растяжение Будет Зависеть От Знака Н Х Если Все Пять Будут Равны Нулю А Крутящий Момент Будет Не Равен Нулю В этом Случа Мы Отлично От Нуля Уже Два Внутренних Силовых Фактора Поперечная Сила И Изгибающий Момент А все Остальные Четыре Будут Равны Нулю Следующая Тема Напряжение Ну Давайте Рассмотрим Посмотрим Пример То есть Возьмем Какой-то Стержень Проведем Плоскость Рассечем Этот Стержень Верхнюю Часть Стержня Отделим Ну И Рассмотрим Нижнюю Часть Для Того Чтобы Что-то У меня Обозначение Поехало Здесь Не С И Не Т Здесь Тау Очевидно За разницу В кодировке Здесь Тау А Здесь Сигма Здесь Сигма Ну Здесь Все Правильно Сигма Тау Тут Разница Кодировок Наверное Съехали Вы должны Запомнить А даже Лучше Дайте Мы Запишем Что Внутренние Силы Это Силы Непрерывно Распределенные Внутренние Силы Это Силы Непрерывно Распределенные То есть Внутренние Силы Не Концентрируются В какой-то Конкретной Точке Внутренней Точке Материала Они Непрерывно Распределены По Всему Материалу А раз Они Непрерывно Распределены То мы тогда сможем выполнить следующее допущение Вот мы провели сечение Рассматриваем нижнюю часть В общем случае в нижней части Мы можем выделить какую-то область Область определенной площади Пусть площадь будет А Площадь вот этой черной области А И суть важна как мы обозначим То есть в общем случае По этой площадке У нас действуют внутренние силы Внутренние силы Механизм возникновения внутренних сил Я уже чуть выше объяснил Внутренние силы Так вот Если мы просуммируем Просуммируем Эти внутренние силы То есть получим какой-то главный вектор Этих внутренних сил Он здесь не показан Вы можете себе представить Что мы можем просуммировать вектор На несколько векторов И получить главный вектор Если мы Этот главный вектор Сумму всех сил Разделим на площадке То мы получим Так называемое Понятие среднего напряжения Вот P с индексом SR Среднее напряжение Напряжение обозначается С автоматикой Буковкой P Среднее напряжение Но так как хорошего врача Хорошего главного врача Не интересует средняя температура По больнице Так же и хорошего инженера Не должно интересовать Среднее напряжение Нас интересует всегда Напряжение В какой-то конкретной точке Если мы будем стягивать Площадь вот этой площадки К размерам точки То есть с помощью математики Можем записать Площадь Стремится к нулю Если мы возьмем предел Вот этого отношения Плавного вектора К площади площадки То мы получим с вами Понятие Напряжение в точке Ну или просто напряжение Так как Понятие напряжение в точке Используется намного чаще Среднего То Говоря напряжение Мы подразумеваем Что говорим про напряжение в точке Потом собственно Напряжение в точке Или просто напряжение Мы будем называть Векторную величину Напряжение это всегда вектор Равную пределу отношения Вот вектор напряжения П Вектор напряжения Если мы введем Две оси Одну ось касательную Расположим В плоскости площадки Вот эту ось Вторую ось Направим перпендикулярно То собственно Вектор напряжения Мы с вами можем Разложить на два вектора Сигма Это нормальное напряжение Сигма Вот он здесь Мышкой писать плохо Вот сигма Нормальное напряжение Тау Касательное напряжение Так как угол между ними 90 градусов То по теореме Пифагора Квадрат напряжения в точке Равен сумме квадратов Касательных и нормальных напряжений Напряжение Измеряется в Паскалях Паскаль Единица измерения напряжения В сопротивлении материалов Дальше Дальше у нас должна идти тема Растяжение сжатия Но давайте-ка Мы знаете что Мы с вами уже Решим Задачку Сейчас я подключу Подключу Тройска И решим с вами задачечку А вы можете уже достать Тетрадочки Что мы вместе с вами будем решать Растяжение сжатия